Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему, что он хочет сказать вам сегодня. Итак, первая, вторая, третья, четвертая позиции. Выбирайте свою и смотрите соответствующее видео. Итак, первая позиция. Давай сбежим. Такое заманчивое предложение. Давайте посмотрим, что еще в мыслях у человека. Вы знаете, какая-то тупиковая ситуация, в которой не представляется развивать ваши отношения в желаемом ключе. И действительно, единственный выход из этого тупика – сбежать, куда-то убежать. Восьмерка мечей, двойка мечей. Здесь разные обстоятельства. У кого-то обязательства перед третьими лицами, либо перед работой, перед обстоятельствами какими-то. В любом случае, тупик, из которого человеку хочется вырваться. У кого-то даже может отыгрываться такое, что вы друг у друга в блоке. Но мужчина, да, у кого-то здесь еще соперник может отыгрываться. В любом случае, он готов вас просто похитить и унести с собой на край света. И, судя по всему, это не сиюминутный какой-то импульс, а такое весьма рациональное и взвешенное решение. Потому что вы человеку очень дороги. Итак, вторая позиция. Я прощаю тебя. Судя по всему, за что-то он на вас обижался. Судя по всему, что-то причинило ему боли и обиды. Но здесь, знаете, больше из серии «Милые бронятся» только тешатся. Рыцарь кубков – это такой романтический персонаж, который нуждается в постоянных каких-то эмоциях, в постоянных каких-то там волнениях, тревогах, да, как барышня кисейная. И, судя по всему, вот эта его обида, она привела к тому, что в ваших отношениях наступила некая затишье, которое его не устраивает. Он хочет новую порцию эмоций и, судя по всему, будет действовать как такой хитрый лис. Будет действовать как-то очень продуманно, обдуманно. Судя по всему, очень хочет помириться и, безусловно, жаждет тех эмоций нежных, романтичных, которые вы можете ему подарить. Итак, третья позиция. «Все будет так, как я решу». Очень приятно, что персонаж очень решительный у нас. Давайте посмотрим, что же он решит. Ну, здесь на самом деле актуальны либо официальные отношения, либо, если все свободны, здесь действительно человек желает заключить с вами официальный союз, либо же, если вы не свободны или он не свободен, то вот эти официальные статусы, они в приоритете. Также может отыгрываться субординация, вопросы субординации. У большинства здесь все-таки, знаете как, такая ситуация, когда все свободны, но для вступления в официальный союз, либо для принятия решений нужно время. И человек ставит перед собой целью не только узаконить ваши отношения, а достичь каких-то еще горизонтов. Карта звезда, умеренность, это символы побед, это символы достижения таких значимых целей, но на это требуется время. Итак, четвертая позиция. Я хочу поделиться с тобой своими мыслями. Давайте посмотрим, о чем же эти мысли. Десятка монет, прекрасная карта, карта семьи. Идеальная позиция для тех, у кого все свободны. Человек действительно мечтает создать такой союз, который в дальнейшем перерастет в семью. И семья такая вот именно благополучная, благоприятная, когда есть совместное будущее. Да, совершенно верно. Человек думает о союзе с вами, который может вот именно в дальнейшем перерасти в семью. Но есть моменты, которые его огорчают и расстраивают. С чем эти моменты связаны? Давайте посмотрим. Может казаться, что он недостаточно зрел. Может казаться, что он создал недостаточную базу для того, чтобы вот именно создать такую благополучную, благоприятную, стабильную семью. Скорее всего, ему потребуется какое-то время для того, чтобы обеспечить материальную базу. Продолжение следует...